ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС ВТОРАЯ ЧАСТЬ ВИКТОР АСТАФЬЕВ СТРИЖОНОК СКРИП ПЛАН И ПЕРЕСКАЗ ОТ ИМЕНИ СТРИЖОНКА СКРИПА Я вылупился из яичка в тёмные норки. Когда мне было холодно, я прижимался к маме-стрижихе. Вокруг стали появляться маленькие голенькие братья и сёстры. Мы всё время хотели есть и пить. Звали маму Скрип-Скрип. Мама приносила в клюве капельки воды, мошек и комариков. Однажды мне очень захотелось кушать, и я попытался отнять мошку у брата. Мама увидела это и наказала меня. Ударила клювом по голове. Я понял, что отбирать еду у других нельзя. Потом я решил посмотреть на светлое пятнышко, откуда мама приносит еду. Стал ползти к свету. Но тут появилась мама, схватила и уволокла меня обратно вглубь норки. И снова наказала. Скоро я стал понимать. Если кричат «Тиу-тиу!» – это опасность. Нужно прятаться и спасаться. В это время все взрослые птицы и наша мама бросали все дела и летели на помощь собратьям. И в тот день мама тоже улетела. Мы долго ее ждали, звали, но она так и не вернулась. Без мамы было холодно и страшно. Мы хотели есть и пить. Прижимались друг к другу, чтобы согреться. Ночью прилетел вожак стаи белая брюшка. Спрятал нас под своими крыльями. Мне стало тепло, и я уснул. Весь день наши соседи приносили нам еду и капельки воды. Мы выжили. Вожак стаи белая брюшка прилетал к нам каждый вечер. А в тот день залетел утром. Ухватил меня за шиворот и вытолкнул из норки. Я растопырил крылья и полетел. Ко мне подлетело много птиц, похожих на меня. Они летели рядом, поддерживали и направляли. Сначала я громко кричал, боялся упасть. Потом понял, что крыльями можно управлять, подниматься высоко в небо, опускаться близко к земле и к воде. Я радостно кружился над рекой, над лесом. Наелся, напился, стал помогать другим стрижатам вставать на крыло. Первый день полета прошел. Я устал и понял, что пора возвращаться домой. Оказалось, что все норки одинаковые, и мне не удалось найти родную. Пришлось быстро делать свою норку и ложиться спать. Вдруг меня кто-то схватил и вынул из домика. Оказалось, это мальчишки, которых я видел вчера на речке, когда пролетал мимо. Они погладили меня и отпустили. Стало понятно, что норку надо делать глубокой. Весь день я работал, ни разу не перепутал ее с другими похожими. Хорошо мне жилось в своей норке. Спокойно. Я стал стремительным и сильным. Но дни становились короче. Ночи длиннее. Старые стрижи тревожились. К чему-то готовились. В конце августа на рассвете по всей округе был слышен голос вожака стаи. Он звал котлету. Я вылетел из домика, взлетел высоко и увидел всю нашу огромную стаю. Птицы, кружась, тревожно и тоскливо кричали, прощаясь до следующего лета с родным краем. Субтитры создавал DimaTorzok